Добрый вечер, Гомель! На Беларусь 4 продолжается масштабный проект, посвященный 80-летию Гомельской области. И наша программа готовит специальные выпуски о районах Гомельщины, о людях, которые там живут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья! Знаете ли вы, что цветок льна цветет всего несколько часов, а вот история этого растения насчитывает более 9 тысячелетий. Лен – это брендовая культура для Беларуси, его цветы изображены на государственном гербе нашей страны. Кстати, считается, что лен – это золото полей, в том числе и кармянских. Именно здесь, на Кармянщине, много веков уже выращивают и перерабатывают эту культуру. Используют, кстати, лен в разных сферах своей жизни местные жители и даже придумали собственный фестиваль льна. Кстати, первый в истории Беларуси фестиваль льна прошел им в корме 30 сентября прошлого года. Льняная карусель – так назвали праздник местные жители. Масштаб мероприятия удивил не только участников. Узнать о белорусском льне, о его истории, о возможностях приехали гости из самых разных стран. Участниками фестиваля стали более полторы тысячи человек. И вот как это было. Масштаб мероприятия Дорогие друзья, вот казалось бы, 100 километров от Гомеля, но согласитесь, вот как самобытно, как трогательно живут и отдыхают жители Кармянского района. А чем еще привлекательна эта местность, этот край, чем живут его жители, об этом более подробно расскажет заместитель председателя Кармянского райисполкома. Встречайте, дорогие друзья, у нас в гостях Александр Анатольевич Хажив. Александр Анатольевич, проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рады видеть вас в нашей студии. Ну что же, вот фестиваль «Льняная карусель», он действительно стал таким масштабным мероприятием и привлек к себе внимание не только жителей района и региона. Станет ли вообще этот фестиваль традиционным? Безусловно, этот фестиваль странен у нас традиционным. Мы планируем его проводить ежегодно с привлечением новых участников. Участники могут участвовать... Кто, кстати, да, может стать участником? Да, любой участником может стать. Это и жители Республики Беларусь, и жители дальнего, ближнего зарубежья, что и подтвердило проведение вот первого нашего фестиваля. Были участники и с дальнего зарубежья, это с Италии, были и с Украины, и с России, наших ближних соседей. Поэтому эту традицию надо продолжать. То есть вы хотите сказать, что к нам приезжали итальянцы, которые привозили свои льняные какие-то изделия, и их можно было увидеть и пощупать? Ну, по крайней мере, они принимали участие и видели, что у нас есть. По крайней мере, посмотрели на наших ремесленников и на то, как живет Кармянщина. Спасибо. Вот есть такое выражение? Спасибо. Есть, вы знаете, такое выражение, кто посеет лен, тот пожнет золото. Вот расскажите нам, пожалуйста, как сегодня выращивают, перерабатывают эту культуру на Кармянщине? Ну, была произведена модернизация нашего льнозавода, установлена линия, бельгийская линия по переработке льна-де-Портер, что при установке этой бельгийской линии были фильтровентиляционная система современная установлена, что позволило улучшить условия работы работников льнозавода. имеется полный шлейф машин для выращивания льна, порядка 3000 гектар, это непосредственно самим льнозаводом нашим выращивается. Полный цикл, задействован полный цикл от выращивания до переработки. Спасибо большое. А вот что, дорогие друзья, а вот что можно сделать из белорусского льна? Где он вообще сегодня используется? И как кармянские мастерицы развивают народное ремесло? Об этом далее в нашей программе. Дорогие друзья, на Беларусь 4 продолжается масштабный проект, посвященный 80-летию Гомельской области. Вот в нашей программе мы рассказываем о районах, о людях, которые там живут. И сегодня это Кармянский район. Кстати, жители Кармянского района считают, что лен от всех болезней силен. Так ли это? Расскажет наша следующая гостья. Встречайте, пожалуйста. Екатерина Якутович, мастер-умелец, методист по народному творчеству Кармянского центра культуры досуга. Добрый вечер, Екатерина. Я так понимаю, этот каравай, хлеб, соль, это сделано не из теста. Да-да-да, это все сделано из соли. Дорогие друзья, это льняной настоящий каравай, созданный, я так понимаю, руками... Мастериц-умелец нашего района. Ой, спасибо. Ну, давайте поставим его вот здесь, чтобы мы могли смотреть на него иногда. И присаживайтесь, пожалуйста. Ну, вы знаете, вот вообще прочные позиции на белорусской земле лен закрепил своей практичностью. И многие хозяйки до сих пор хотят узнать, правда ли, что льняное волокно в три раза крепче шерстяного и в два раза крепче хлопка. Да, я соглашусь с этим выражением, и не только я, меня все поддержат. В том, что он еще не только такой крепкий, как бы сам по себе, но и экологически чистый. То есть натуральный, экологически чистый, крепкий. Качественный, главное. Качественный. А скажите, где сегодня используется лен, где он применяется? Вы знаете, нет, наверное, ни одного дома, ни одной семьи, где бы льна вообще как бы не было. Это и постельные принадлежности, и одежда, и предметы быта, и предметы декора домашние какие-то, и женские украшения. Ну, где только можно применять, он везде применяется. Скажите, пожалуйста, говорят, что изделия из льна, они обладают поистине удивительными свойствами, чуть ли не целебными. Конечно, они как бы целебные, они даже считаются, как в медицине, антибактериальными. Ага, то есть всё, что сегодня представлено здесь в этой студии, экологически чистое и антибактериальное. Да, оно само по себе, если приложить, делают даже вот компрессы делают, они обязательно прикладывают льняную ткань, прежде чем что-то, компресс какой-то приложить. В хирургии нити вот эти, которые послеоперационные, да, тоже они льняные нити, потому что они, ну, как бы считаются антибактериальными. Вообще особое место, такое почётное место в жизни белорусских крестьян всегда занимал ещё и льняной рушник. Да-да-да. Известно, что, кстати, Кармянский районный музей собрал такую уникальную коллекцию старинных рушников. А вообще популярны ли сегодня изделия из льна в быту местных жителей, расскажите? Вы знаете, я хочу сказать, что очень популярны и стремительно набирают эту популярность, так как действительно у нас, вот я ещё раз могу даже повториться о том, что у нас в районе прошёл первый фестиваль «Льняная карусель», и наши жители настолько увлеклись вот этими поделками изо льна, что сейчас как бы... Готовятся ко второму фестивалю, да, и, наверное, ждут гостей и делают сувенирную продукцию, чтобы гости, которые приехали к нам на фестиваль, увезли частичку нашего добра, нашей теплоты с нашей кармянской земли. Ну, расскажите тогда и нашим зрителям, что же можно изготовить из льна самостоятельно? И покажите, пожалуйста, похвастайтесь тем, что есть сегодня в нашей студии. Самостоятельно можно приготовить всё. Работала бы только фантазия. Вот, предметы женского украшения. Бижутерия. Бижутерия, да. Вот такие можно... Я так понимаю, сейчас все кармянские женщины? Да, ходят все кармянские женщины у нас. Да, ходят вот в таких вот бусах? Да. Прекрасно. Вот такие пояса можно. Вот, смотрите, какая это красота. На моём, наверное, не будет... Хотя, может, и... Ой, очень даже мне подходит, по-моему. Очень. Поддержите нас. Вот. Кстати, с таким поясом Италия есть уже хорошо. Конечно, есть. Не завязывайте, не завязывайте, а то придётся так и передачу вести. Ну, очень красиво так, пояс, так, хорошо. Дальше. Можно делать также браслеты. Угу. Вот, как видите. Ну, и всевозможные игрушки для детей. Предметы декора домашнего. И даже вот здесь вазы. И вот внизу мы видим замечательные поделки. Подушечки можно шить. Можно делать салфетки. Очень красивые. Мы видим, да, видно, видны салфеточки. Такие салфеточки. Ну, я знаю, что вы сегодня покажете такой, скажем, мастер-класс, научите нас самостоятельно дома делать какие-то украшения изо льна. Что это будет? Расскажите, пожалуйста. Сегодня мы попробуем с вами делать бусы. То есть приблизительно вот такие бусы, только еще краше, сегодня на добром вечере делает умелица из Кармянского района Кирилла. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Для этого мы возьмем, ну, несколько нитей, примерно около 20 штук, метра по полтора. Угу. Вот. Находим серединочку. Вот они будут по длине, где-то как раз женщине вот так подходить. Значит, связываем здесь маленькой ниточкой, чтобы они нам не мешали. И начинаем нанизывать бусинки. Вот такие бусинки. А как? Покажите. Для начала давайте свяжем. Для начала сейчас мы вам покажем. И на каждую отдельную ниточку. Да, вот они надеваются, бусинки. В произвольном таком каком-то порядке. Да, в произвольном порядке. И будем делать такие вот бусы. Ну что ж, мы будем смотреть, как вы это делаете. Да, я надеюсь, что получатся бусы необычные. Шикарные. Шикарные. Ну что ж, дорогие друзья, вообще, на самом деле, сегодня даже мировые дизайнеры все чаще используют в своих коллекциях вот такие натуральные материалы, как Лен, например. Кстати, в Кармянском районе есть даже своя коллекция одежды изо льна. Вот как она создавалась и кто автор подобного творчества, расскажет наша следующая гость. Я хочу пригласить в студию Ирину Головневу, учителя русского языка и литературы средней школы номер один городского поселка Карма. Встречайте, пожалуйста. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте, Наталья. Присаживайтесь, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Я так понимаю, что костюм, в котором вы пожаловали на нашу программу, это дело рук кармянских мастериц. Здорово, Наталья, что вы заметили, ведь добавление эластана в льняную ткань делает возможным осуществление самых смелых фантазий в плане фактуры. Ну что ж, давайте тогда проявить еще один смелый поступок, покружитесь, покажите нам эту красоту. С удовольствием. Спасибо большое, присаживайтесь. Ну, а теперь, а теперь хотелось бы по порядку. В нашей студии сегодня представлены изумительные костюмы из льна. Вот расскажите, кто автор этих костюмов и в чем вообще их уникальность? Можно я начну издалека? Пожалуйста. В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а дизайнеры с мировыми именами пытаются возродить традиции и творят свои новые коллекции в стиле эко, в Кармянском районе на Кармянщине прошел фестиваль «Льняная карусель», главным гвоздем программы которого явилось льняное дефиле. Экземпляры, те, которые были представлены одеждой, не многочисленные, правда, вы видите сегодня в студии. На самом деле, авторство принадлежит учителям, педагогам трудового обучения и детям. В рамках конкурса, который был объявлен в учреждениях образования, фантазия детей и педагогов ничем не ограничилась. Единственным условием было использование натуральных льняных тканей, что и было осуществлено. Надо попросить у вас как-нибудь на программу пару костюмчиков. Очень интересно. С огромным удовольствием мы это все предоставим. Хотелось бы сказать, что человек воспринимает окружающий мир через призму собственных представлений о нем, и поэтому наша коллекция настолько многообразная, яркая и уникальная. Ведь откровенно романтические мотивы, ведь именно для романтизма характерно обращение к фольклору и этносу, перемежаются с современными моделями. То есть, например, вот современная модель из льна. Можно я вот так применю? Здесь налицо асимметрия. Так это же мой фасончик, посмотрите. Прекрасно, так. Асимметрия, например. Или воротники-стойки, которые сейчас настолько модны, что используются много где-то, даже в моем наряде. Кстати, детские вещи тоже. А, кстати, давайте покажем. Очень интересное детское платье. Это из последних творений. Я сразу обратила на это внимание. Вам нравится? Можно вообще заметить, знаете, какие-то нетрадиционные и традиционные стили, и такие сочетания какие-то очень интересные. Вот здесь, например, в этом платье. Вот расскажите об этой модели. Да, действительно, здесь набивная ткань, которая имитирует вышивку. А вышивка и орнаментальные узоры – это как раз-таки отражение самосознания национального, и которое сейчас активно прививается и детям. Даже в детских садиках есть патриотическое воспитание. И поэтому вот такая модель будет очень интересно смотреться не только на народных праздниках, а даже оценивается родителями в детском саду на утренниках. Вы знаете, что если наши дети будут вот в таких красивых платьях ходить в детский сад, мне кажется, мальчишки наши от девчонок не будут отходить. И стоит отметить, что вышивка и орнаментальная символика, которая здесь представлена даже в этом платье, она же не только является элементом декора украшения, а также и оберегом своеобразным. Ведь геометрические фигуры, вот, например, ромб – это символ солнца, или обращение к растительному миру – это единение с природой. А дети как раз и являются самым, скажем, таким важным примером слияния с миром природы. И еще хотелось бы заметить платье-футляр, который пользуется этот фасон нынче огромной популярностью, особенно у офисных работников, которые любят такие вещи одевать в плане практичности, незаменим. Хотя здесь, конечно, он дополнен народными элементами, но здесь это как идея того, как это можно обыграть, какими аксессуарами, кстати. Я вам скажу по секрету, что каждая женщина мечтает в своем гардеробе иметь платье, костюм изо льна. Потому что это что? Свободно, это очень легко, все дышит, что называется. Летом, мне кажется, это вообще незаменимый просто материал. Да, льняная ткань, это практично. Из натуральных тканей это наиболее износоустойчивый материал. И, ко всему прочему, обладает целебными свойствами. Издревле считалось и до сих пор... Антибактериальными, мы уже сегодня выяснили. Антибактериальными и целебными даже. Считалось, если у вас плохое настроение, вы оденете льняное платье, оно непременно у вас улучшится. Так это же прекрасный секрет. Вот, спасибо большое. А скажите, сколько костюмов сегодня насчитывает вот ваша кармянская коллекция? Я не ошибусь, если скажу, что около 200 костюмов есть. Ничего себе! И сейчас даже идет процесс создания аксессуаров изо льна. Мы обещали, мы делаем. Действительно, это так. Шляпки и заколочки в виде маленьких шляпок и цилиндров. Сама видела, очень красиво. Я уверена, что в одной из наших следующих программ вы это покажете. И мне кажется, это будет пользоваться большой популярностью. Я почему-то уже даже вижу, как наши женщины ходят в таких соломенных аксессуарах. Скажите, а насколько вообще учащиеся, которые были авторами, некоторые из них были авторами этих изделий, насколько они прониклись этим проектом? Я стараюсь популяризировать ту мысль, что искусство – это единственный способ оставить свой след на земле. Дети это понимают. И дети стремятся самовыражаться именно через искусство. А это самое настоящее искусство. И особенно учащимся нравится вывязывать крючком, девочки учатся на трудах, именно вот эти декоративные элементы в платьях. Фактура их не так еще беспокоит. А вот все эти элементы, они даже бросают. И в плане успеваемости по русской литературе, по русскому языку даже немножко успеваемости пала, потому что дети заняты именно процессом сотворения. Не, ну успеваемость-то не надо, чтобы падала. Но скажите, пожалуйста, Ирина, а вообще показывать, планируете свою льняную коллекцию на каких-то выставках? Мы безумно будем рады, рассмотрим все предложения и с удовольствием поучаствуем, если нас пригласят. Ну что ж, белорусская мода трепещий называется, да. Есть у нас вот такие вот кармянские мастера. Вы знаете, вижу здесь еще одну интересную модель, и мне кажется, это как бы не из этой коллекции, из какой-то древней, нет? Расскажите. Наталья, вот глаз алмаз на самом деле раритетная вещь. Давайте покажем, что это такое и расскажем. Да, вы не поверите, но этому платью порядка 90 лет, оно с 30-х годов. Вещь раритетная в том плане, что именно в таком платье пускали в роды женщин. То есть приходила повивальная бабка, одевала роженицу в такой наряд, и совершался самый важный, наверное, процесс на земле. И, ко всему прочему, обратите внимание на орнамент. Очень интересная вышивка, да. Да, это розы, вышивалась она крестиком, и розы символизируют страдания, которые приносят потом счастье. Роды, как раз таки, это и есть страдания, которые приносят потом неимоверное счастье. Спасибо. Здесь все продумано. Вы знаете, очень тяжелая, я бы сказала, эта сорочка, да. Она такая, это такой тяжелый лен такой, вот прямо и тканы такие интересные. Да, и целебные свойства здесь тоже учитывались. Учитывались как раз таки с хорошим настроением. Так вот почему такое кармянское сильное население, да, у нас. Потому что платья были специальные для этого дела. Все было продумано. Я так понимаю, есть какая-то, есть еще и альтернатива какая-то современная. Есть. Конечно, уже облегченный вариант. Платье для беременных женщин, как вы видите, свободный крой, отрезной от груди, чтобы животику не мешало. Ну и воротник-стойка, который очень актуален именно в плане одежды на сегодняшний день. Здесь, конечно, есть еще головной убор. Если кто-то решит использовать это платье на каких-то выступлениях, шесть беременных женщин ничем не обременяют. Извините за тавтологию. Спасибо большое. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, вообще, носить, конечно же, льняную одежду, это очень удобно, это очень экологично. Видите, дорогие друзья, об этом знали наши предки. Скажите, пожалуйста, а вообще местные жители носят одежду изо льна? Расскажите нам, вот, например, в вашем образе сегодня есть что-нибудь льняное? Я имею в виду в костюме. Даже мой сарафан, он тоже льняной. Так, покажите, какая часть льняная. А, юбка, и вот эти все, это все лен. Это все льняное, да. Очень нежный, кстати, такой вот выглядит каль. Ну, он на тепло. Вот. Наши женщины носят костюмы не только в праздники, но и в будни. Все льняное, потому что это все натуральное. Александр Анатольевич, а мужчины носят льняную одежду? Ну, к сожалению, я, конечно, продемонстрировать не могу. На мне сегодня нет изделий зельна. Но, как бы сказать, может быть, на последствиях нашего праздника или на карусель, у нас сейчас уже и на рынке предприниматели привозят уже и есть изделия зельна. На втором нашем производстве модернизированном, это речется текстиль, также уже используется в изделиях полотенца, добавление льня до 50%. Поэтому у нас уже это, как говорится, уже идет эта тенденция. То есть местные предприниматели уже понимают, что на пошиве такой льняной одежды, в принципе, да, и льняных изделий можно сделать хороший бизнес сегодня. И непосредственно, но у нас как бы первичная переработка льна, и самих тканей нету, но при отправке нашего льноволокна на Оршанский льнокомбинат оттуда привозятся изделия уже непосредственно, ручники, салфетки, которые организуются у нас уже. И которые сделаны из кармянского льна, что, мне кажется, очень-очень примечательно. Спасибо. Ну что ж, да, дорогие друзья, лен на кармянщине всему голова. Вот смотрите, из него плетут, из него шьют, им лечатся, а еще его едят. Кстати, о кармянских льняных пирогах ходят просто легенды. Все секреты сразу после рекламы. Добрый вечер, Гомель. Мы продолжаем рассказ о кармянском районе. Вот скажите, вы ели когда-нибудь пироги из льняной муки? Так вот, на кармянщине это блюдо очень популярно. Местные хозяюшки особо чтят старинные рецепты. Поэтому приготовьтесь, дорогие друзья, записывать. О местных кулинарных традициях прямо сейчас нам расскажет Татьяна Тимошенко, руководитель любительского объединения «Хозяюшка». Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, Татьяна. А это пироги из нашей местности. Пришлось не один дом обойти, чтобы расспросить у наших бабушек рецепт его приготовления. Спасибо вам большое. Сегодня пироги просто радуют. Можно здесь его поставить. Помогите, пожалуйста. Я так понимаю, это чудо-блюдо, знаменитый кармянский пирог из льняной муки. Да, из льняной муки делали мы свой пирожок. Ну что ж, тогда милости просим, что называется. Без пирогов мы сегодня никого не принимаем. Я вам немножко порежу, всех угощу. Обязательно будем ждать. Кстати, Татьяна, а поделитесь все-таки рецептом. Как правильно готовить такой вот пирог из льняной муки? И по запаху, мне кажется, он с грибами. С грибами. Но правильно рецепт, чтобы приготовить из льняной муки какое-то блюдо, нужно хотя бы взять, если 100% муки, то 20% льняной муки. С одной муки это получается затянутое тяжелое тесто. Оно у вас не поднимется с одной муки. А с этого теста, получается, здесь идет у нас стакан муки и 20% идет только льняной муки на этот рецепт. Понимаете, как смысл приготовления? Да, понятно. Мне кажется, все ясно. И дальше делаются обычные интересные рецепты. Еще льняная мука может заменить, не ложить в тесто яйца, она может заменить здесь же яйца. То есть она клейкость какую-то такой дает. Да, столовая ложечка заменяет два яйца. Ну вы, наверное, часто используете льняную муку в приготовлении. А что еще, кроме пирогов, вообще из нее можно приготовить? Блинчики, например, как будут из льняной муки? И блинчики можно приготовить, и булочки, все. Любое кондитерское изделие можно приготовить. Не только, и кисели же можно приготовить, и разные маски. Ну все можно приготовить. Екатерина, маски, кисели из льняной муки. Я возьму на заметку. Ну, я почему-то уверена, что у Екатерины нашей тоже есть какой-то фирменный рецепт или фирменное блюдо из льняной муки или из льняных семечек. Самое лучшее, как бы я порекомендовала всем, льняной кисель. Так, а что это за льняной кисель? Я думаю, мы сейчас совместно какой-то рецепт выведем, и мы назовем его рецепт от программы «Добрый вечер, Гомель». Льняной кисель готовится из льняного семени. Так. Вот. У него тоже есть особые секреты. Он помогает при нарушении желудочно-кишечного тракта. Вот. Варится он с добавлением меда. Ммм. Да. Вот это самое фирменное блюдо, которое, да, действительно, может быть, наши кармянцы всегда и готовят. Это кисель из льна. Льняной кисель. Льняной кисель, да. Замечательно. Татьяна, а вы дополните, все-таки вы руководите всеми хозяюшками на кармянщине. Я дополню, что кисель можно принимать и без меда. Потому что мед не всем идет тоже. Спасибо большое. Кстати, как кармянские хозяюшки используют лен в кулинарии? Про муку мы поговорили. Расскажите, насколько активно сегодня готовят именно из-за... Вот лен используется. Ну, льняное семя хорошо в любую кашку добавить. Согласны? Так. Так же мы сварим кисель. А так же с льняного масла можно добавить и в салатик заправочка вместо майонеза или подсолнечного масла. Согласны? Вы знаете, многие диетологи рекомендуют именно льняное масло употреблять в пищу. Оно очень полезное не только как еда, но как и омолаживание организма идет и очищение. Оно же горькое? Немножко, но слишком горькое масло считается испорченным. Оно должно быть немножко горьковатое. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Да, немножко горючее. То есть льняным маслом можно заправить в салат, можно добавить в кашу, да? Можно даже в какие-нибудь итальянские макарончики, я так думаю, тоже украсить по-кармянски это блюдо. А что вот говорят про льняное семя? Якобы есть даже старинное такое средство от изжоги. Знаете что-нибудь об этом? Знаю. Так. Значит, я знаю наш рецепт нашей местности. Мы, значит, берем столовую ложечку льняного семени, его нужно измолоть на кофемолочке и залить кипяченой охлажденной водой. И дать немножко постоять. Потом довести до кипения и дать ему остыть. Так. Но покушали вы, к примеру, в течение дня, и только когда 30 минут прошло спустя, вы можете употреблять его. Так сразу нельзя наверх на пищу принимать его. Серьезно, помогает это изжоги? Да, помогает. Спасибо. Вы знаете, у меня вот, Татьяна, созрел тут другой вопрос. А это вот на Кармянщине все пироги так мелко нарезаются? Гостей очень много в студии. Хочется всех увозить. А, понятно. Это говорит еще раз о гостеприимстве, об уважении людей, которые живут на Кармянщине. А что вы расскажете про льняные полотенца, которыми наши предки укрывали хлеб? Якобы он хорошо хранился именно в льняных таких вот рушниках и полотенцах. Дело в том, что после такого накрытия в рушниках оно же не черствело. Понимаете как? Это только из-за этого. И, во-первых, это экологически чистый продукт. Это уже лен считается у нас. Это же золото. Согласны со мной? Да, спасибо большое. Мы с вами полностью согласны. Я уже представляю... Пожалуйста, вы можете угостить наших зрителей. Передайте им эту тарелочку. Остальное остается в студии. Дорогие друзья, я уже представляю, как сразу после программы съем аппетитный кусочек вот этого пирога. Я думаю, очень, кстати, не только вкусного, но и полезного, а вот такого льняного пирога с грибами. Кстати, дорогие друзья, попробуйте и вы дома приготовить пирог вот по такому особому кармянскому рецепту из льняной муки. Ну а мы ждем ваших отзывов и фотографий в нашей группе ВКонтакте. И хотелось бы продолжить разговор с Екатериной. Вот известный факт, что раньше на Кармянщине изготавливали куклы-обереги. Что скажете об этом? Некоторые, я вижу, у вас сегодня даже представлены. Да, я хочу сказать, не только раньше, они и сейчас изготавливаются. Куклы-обереги, они как бы изготавливаются для разных случаев. Например, вот сегодня я хочу показать куклу-оберег, которая охраняет дом. Это вот такая девочка в форме девочки. Вот она с косичкой сделана без единого шва, то есть все ниточками сделано. И обязательно делали это женщины. Да, я слышала, что мужчин в этот процесс даже не подпускали. Да, она хранительницей всегда была очага, поэтому ей доверяли вот такую работу. Они были как чистыми женщинами, с помыслами чистыми. Вот это у нас обережка домашняя такая. Вот такой есть обережка, есть такая обережка кукла в дорогу. Потому что, я посмотрю. Да. Она тоже без... АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Ну, учитывая еще и современные тенденции, как бы сейчас тоже очень много делают обережка. Вот такой вот современный обережка у нас. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, да, его поближе. Потому что, да, сегодня очень много водителей-любителей, как говорят, да, и вот хочу сказать, что в принципе помогает. Вот мне уже два года помогает, никто никогда не остановил. То есть вы хотите сказать о том, что на сегодняшний день обереги, вот, скажем, такое понятие, такое явление, такое ремесло до сих пор популярно на кармянщине? Да, очень популярно. Еще хочу сказать, особенно остановиться вот на этой вот кукле-обережке. Это что-то бесподобное. Это наша кукла-обережка, оберег полей, наших полей. Как раньше было в Белоруссии, в принципе, оберегами считалась полевица, это женского рода обережка была, и житник. Житник это был мужского рода обережник. А у нас на кармянщине именно была вот такая девушка, звали ее Кулясымка. Кулясымка? Кулясымка, да. Она оберегала... АПЛОДИСМЕНТЫ Она оберегала поля не только от всякого зверя, чтобы там не потоптали. Она оберегала от засухи, от вымерзания и даже от детей. Вы знаете, как обычно в деревнях, дети любили бегать в поле, играть в разные игры. Портить урожай. Портить урожай. И вот бабушки наши говорили, не беги в поле, иначе тебя Кулясымка схватит. Бабай. Да, бабай. И они слушались. И вот сейчас вот такие как бы оберег, их и до сих пор почитают у нас. Спасибо. Мы ее поставим вот здесь, и пусть она охраняет. И она стала у нас символом нашего праздника, потому что когда встал вопрос о символе нашего праздника, все однозначно пришли к решению, что именно Кулясымка будет символом нашего праздника. Сейчас мы работаем над созданием сувенирной продукции. Второго фестиваля, наверное. Да, второго фестиваля, да. Именно вот будем изготавливать такие Кулясымки, но только немножко в меньшином виде. То есть есть уже, скажем, свой фестиваль, есть уже свои, скажем, брендовые какие-то понятия для него. И есть символы, конечно. Очень современно. Есть над чем работать, и мы будем уже... Скоро Кулясымку, я думаю, узнают во всем мире, дорогие друзья. Благодаря Кармянскому району. Да, да, да. Расскажите, присаживайте, расскажите нам, пожалуйста, что у нас получилось. У нас получилось вот такое ожерелье. А можно его примерить? Пожалуйста. Так, я попробую. Ну вот, дорогие друзья, вот как-то так. И я так думаю, что о такой бижутерии на самом деле может мечтать каждая современная женщина. Мне кажется, вот в этих бусах столько тепла, вот столько уюта и кармянского льна, конечно же. Спасибо вам, Екатерина, огромное за этот волшебный урок мастерства. Ну и, конечно же, за такие чудесные украшения. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях жители Кармянского района. Дорогие друзья, на «Беларусь-4» продолжается масштабный проект, посвященный юбилею нашей Гомельской области. И сегодня наша программа рассказывает о Кармянском районе. Площадь района небольшая, это 940 квадратных километров. Но зато какие леса в Кармянском районе, какие озера, какие люди здесь живут. Гостеприимные, талантливые и очень добрые. На территории Кармянского района проживает, кстати, чуть более 13 тысяч человек. И половина – это жители Кармы. Кстати, долгие годы считалось, что самое раннее письменное историческое упоминание об этом поселении относится к 17 веку. И лишь недавно историки состарили Карму почти на 100 лет. Кстати, в этом году местные жители будут отмечать уже 453 года со дня рождения своего городского поселка. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот хотелось бы продолжить наш разговор о том, как живут на Кармянщине. Александр Анатольевич, расскажите, пожалуйста, какой же он современный Кармянский район, чем живут его жители? Все благосостояния своей жизни они создают своими руками. То есть трудятся на производстве, в сельском хозяйстве, в промышленности. Много предпринимателей занимаются торговлей. Поэтому все в наших руках. И все современная Кармянщина, она живет современными реалиями. Значит, культурно-досуговые мероприятия проводятся, образование современное в наших школах, медицина также современная. Поэтому все у нас хорошо, все замечательно. Ой, ну прекрасно, когда так реагируют. Ну а скажите, пожалуйста, на чем сегодня специализируется вот агропромышленный комплекс Кармянщины? Что еще, кроме льна, производят местные аграрии? Значит, агропромышленный комплекс нашей Кармянщины, он еще предоставлен производством мясомолочной продукции. Значит, это мясо, молоко, растениеводство. Для этого постоянно проводится модернизация сельскохозяйственного производства. За последние годы были построены пять доильно-молочных блоков, сараек этим современные. Поэтому сейчас вот разговаривая даже с людьми пожилого возраста, которые раньше занимались вот на фермах, доили, кормили, они очень удивлены. И говорят, конечно, на сегодняшний день, если бы эти условия, то... Да в то время, да на их вот эту хватку. Да, да, нахватку, то очень было бы замечательно. Да, точно в коммунизм построили, о чем вы говорите. Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, а как вообще развивается социальная сфера в городах, селах Кармянского района? И что вообще стоит за этим понятием сегодня у вас? Ну, социальная сфера. Опять же, здесь можно сказать, что по культурной жизни это, значит, развитие творческого потенциала детей, молодежи. Значит, сохранение культурных традиций, обрядов различных. Значит, в образовании у нас на сегодняшний день в Кармянском районе имеется 26 образовательных учреждений. Это средние школы, базовые школы, сады, значит, центр коррекционного развития, значит, дом детского творчества. Поэтому у детей Кармянщины есть возможность развить свой потенциал и достигнуть определенных успехов в учебе. Что подтверждается и результатами поступления наших детей в высшие учебные, среднеспециальные учебные заведения. По медицинскому направлению постоянно идет укрепление материально-технической базы учреждений медицины. Что позволяет проводить достойную профилактику заболеваний. Ну и, соответственно, условия работы непосредственно самих работников. Современное оборудование, которое позволяет определять заболевания на ранних стадиях. В социально-экономическом развитии района, как я уже отмечал, помимо того, что в агропромышленном комплексе идет модернизация производства. Вот непосредственно наш вопрос, который звучал по льну, значит, модернизации льнозавода. Прошла у нас модернизация и филиала речица «Текстиль в корме». Значит, очень много за последние годы, порядка 12 тысяч квадратных метров, построено жилья для различных категорий. Это жилье в основном городском поселке Корма? Не только в городском поселке Корма, это и в сельской местности для труженического хозяйства, в городках. Значит, жилье построено в социальной направленности. Это для многодетных семей, для детей-сирот. Вот сейчас непосредственно у нас в этом году уже начинается строительство 40-квартирного дома для детей-сирот. То есть социальная направленность в районе, она у нас на высоком уровне находится. Спасибо большое. Вы знаете, хотелось бы отметить еще и спортивные достижения жителей Кормянщины. Скажите, вот как вообще ведется вот эта физкультурно-оздоровительная работа в вашем районе? Ну, у нас имеется детская, юношеская, спортивная школа. Значит, вот есть банно-оздоровительный комплекс. Последнее время он находился в аварийном состоянии, но сейчас проведены ремонтные работы и собираемся вводить его в эксплуатацию. Есть у нас и спортивные тренажеры. Поэтому в этом направлении тоже ведется определенная работа и наши жители Кормянщины не объединены в этом направлении. А вы знаете, сегодня в нашей студии присутствует директор Кормянской детско-юношеской спортивной школы Сергей Семенович Уткин. Добрый вечер, Сергей Семенович. Добрый вечер. И расскажите нам, пожалуйста, какими же спортивными достижениями гордится сегодня Кормянский район? Ну, хотелось бы сказать изначально, что в 2017 году нам исполнилось в нашей школе со дня основания 50 лет. Мы поздравляем вас. И достижения у нас различны. То есть принимаем участие в республиканских областных соревнованиях. Наши дети являются притерами в республиканских соревнованиях. Также наша волейбольная команда отстаивала честь области на республиканской спартакиаде «Колосок» среди сельской местности и заняли третье место там. Также выезжаем на различные соревнования в Российскую Федерацию. Работаем совместно. То есть ищем себе партнеров, где-то что-то как-то приходится находить. Плюс к тому, хочется отметить, что еще в этом году выиграли проект, прооновский проект для постройки уличных тренажеров. И наши уличные тренажеры, которые будут построены на базе дюж нашей спортивной школы, будут охватывать все слои населения. То есть это и детей, взрослых, людей с ограниченной возможностью. И универсальные такие будут тренажеры? Да, универсальные уличные тренажеры, к которым будет полностью доступ, свободный доступ. Замечательно, спасибо. А какие вообще спортивные направления самые популярные у ребят в Карменском районе? В нашей школе культивируются четыре вида спорта. Это волейбол, баскетбол, борьба вольная и легкая атлетика. То есть в основном самые проносящие медали – это у нас волейбол, вольная борьба. А также есть результаты и в баскетболе, и в легкой атлетике. То есть на месте не стоим, работаем. Есть какой-нибудь секрет у ваших спортсменов? Например, там, льняной кисель или льняные пироги, чтобы быть сильными и быстрыми, и ловкими? Ну, свои секреты мы не выдаем. Спасибо. Ну, вы знаете, зато в нашей студии присутствует Александр Анатольевич, который, ну, я думаю, раскроет нам все-таки хоть один секрет. Я про птицу 2018 года, которая в Беларуси, скажем так, птица 2018 года в нашей стране стал символ кармянщины. Это черноголовый щегол. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее, вот как у кармянского района появился вообще собственный крылатый символ и к чему это обязывает? Ну, вы знаете, вот при подготовке к мероприятиям по льняной карусели, значит, как-то нашим общественникам, кто этим непосредственно занимался, попалось то, что вот при выращивании льна есть какие-то определенные виды, которые могут там обитать, значит, кормиться, как говорится, этими семенами. И вот рассматривая эти вопросы, там были и, значит, Зеленушка, и Коноплян. То есть вы долго выбирали, да? Да, мы смотрели, вот просто так попало, ну и вот возникла идея, а почему бы ради того, чтобы культивировать у нашего молодого поколения, нашего детей, вот бережное отношение к природе, почему бы нам не вот объявить на кармянщины какой-то символ птицы. Ну и когда вот стали это рассматривать, и в результате общения с общественной организацией Ахова Птушек Батьковщины, значит, вот увидели и они подсказали, что вот уже, кстати, вот Черноголовый, это сам Ащегол, он в северных районах не, как бы, мало обитает, но в связи с изменением климата уже и в нашей местности большое количество начинает проявляться. И плюс к тому, что вот если кто видел это, значит, фотографии этой птицы или образ этой птицы, значит, действительно имеет такой щеголеватый вид, такой красивый, да, и она, это певчая птица, это и очень красивый такой вид, а в нашем сознании всегда то, что красивое, надо оберегать. Поэтому вот и возникла такая идея, вот символом, это самая птица, вот, символом кармянщины делать. И уже в нашем молодом поколении будет, конечно, это самое, помимо того, что не только красиво надо берегать, а даже та птичка, которая незаметная, так неприметная, и уже в сознании будет, что не только надо красоту, но и все надо берегать. Ну что ж, спасибо большое, Кармянский район. Вот видите, дорогие друзья, это такая уникальная земля, вот с таким, с богатой историей, с героическим, кстати, прошлым и все-таки яркой самобытностью, где хранится очень много тайн и загадок. В самом деле, вот почему это место носит такое, а не какое-либо другое название? И вообще судьба каких, например, известных людей связана с этим краем? Так вот, ответы на эти вопросы знают местные энтузиасты, не побоюсь этого слова, которые бережно собирают и хранят историю кармянщины. Я хочу пригласить в эту студию учителя белорусского языка и литературы гимназии городского поселка Карма Светлану Васильевну Чкалову. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Проходите. И директора Кармянского мемориального музея имени Лепешинского Аллу Сергеевну Балыш. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Алла Сергеевна. Присаживайтесь. Ну вот первый вопрос для всех. Вот если бы какой-то такой мимолетный турист встретился вам, да, и задал вопрос, один вопрос. Чем примечателен ваш район? Вот каким бы был ответ? Вот интересно ваше мнение. Ну, у нашей местовости шмат таких мест, где можно отпочить и нечто поглядеть. Ну, в первую очередь, куда бы отправили? Ну, у первую чаргу, ну, корыстающуюся выпадку, мабыць, я бы отправила в мемориальный музей имени Пантелеймона Миколаевича Лепешинского, раз тут присутничая директор этого музея. А если бы она с ней присутствовала, то куда? Ну, тады, мабыць, запросила на себе у гимназию. О, вот как, звучит. Музей невеликий, а леюсь. Спасибо большое. А еще не надо уже и приглашать, у нас на Кармянщине есть в пойме речки Сож много каскадов озер, так называемых стариц, куда мужчины не только Гомельской области, но и Могилевской, и Минской области приезжают на рыбалку. Порыбачить. Да, да, очень живописные места у нас, приезжают даже и с Российской Федерации, вот родственники к нашим жителям приезжают, и уже у них это, как бы, цель приехать в отпуск. За рыбой. Порыбачить, да. Порыбачить, отдохнуть. Алла Сергеевна, что бы вы ответили вот такому вот туристу? Какое самое примечательное место, на ваш взгляд, в Кармянском районе? В Кармянском, в самом городском поселке Карма есть много, будем так говорить, хоть будет их и немного, но это уникальные архитектурные памятники. Кто интересуется зодчеством, у нас шикарный усадебный комплекс Дория Дерноловичей, промышленные, образцы промышленной постройки конца 19 века. У нас есть, к сожалению, руины Свято-Николаевской церкви, но, как вы знаете, мы реставрируем не реставрирование, потому что не хватает средств, а потому что приняли решение, колизей же тоже не реставрировать, да, хотя у итальянцев, наверное, много средств, больше, чем у нас. Мы оставили это как память для потомков и ее консервировали и сохраняли. Спасибо вам большое. Ну, я предлагаю поговорить, давайте по порядку, да, вот Светлана Васильевна, вы являетесь одним из участников такого уникального проекта местного Кармянского по созданию топонимического словаря Кармянского района. Давайте сразу объясним нашим зрителям, что такое топонимика. Не все знают, поверьте. У меня по первому варианте вот есть этот словник, и топонимика – это назвы населенных пунктов, это назвы водных объектов, а так само объектов рельефных, которые находятся на земной поверхности. Это название какой-то местности, да, и их обозначение. Хорошо, расскажите нам в двух словах вот про это издание, и откуда вообще появилась такая идея сделать, ну, собрать, создать собственный топонимический словарь в районе. Ну, перш-наперш, треба отзначать, что установы и адукации нашего района выкористовывают краязнавчий материал. И поэтому у наставника творчой группы филолога, историка-филологичного цикла возникла такая идея створить словник топонимический, да, краязнавчий. И мы склали план, размирковали территорию, и потом вот сюда вошло больше 500 слов. Сколько? 500 названий рек, озер, деревень, да? Больше, если быть докладной, то 516 слов. Ну, ничего себе! Ну, тогда главный вопрос. Так, в чем же особенность географических названий и их происхождение на Кармянщине? Вот вы можете уже как-то проанализировать? Ну, вот, на прикладу, в нашем районе есть везка Бярозовка. Она походит от слова Бяроза. А назвали ее Бярозовка тому, что створалась она на месте Бярозова Гаю. Например, есть речка Добрыч. От слова Добрая Рака. Добр плюс Рыч отримывается Добрыч. Назва такой Раки есть и у Болгарии. А лечится, что вода у этой речцы чистая, а так сама Волода доброй энергетикой. Там водятся бобры, шмат рыбы и раков. Ну, что ж, в вашем словаре я тоже нашла одно интересное слово. Берозатовье. И у меня даже есть из его описания. Невеликий лясок уяким расти Бяроза. Находится на усходне Паудневой часы, помеж везками Бялева и Реут. Вот так, дорогие друзья, в топонимическом словаре Кармянского района обозначается слово Берозатовье. Я смотрю, что Береза, это как щегол, наверное, да, такое, что-то очень символичное для Кармянского района. Ну, а чистая лужа, это вообще мое любимое слово в вашем словаре. Мы долго не могли понять, что же может обозначать эти два слова, да, вроде ассоциации совершенно другие. А вот видите, да, невеликое заболоченное в озере. Якояз находится помеж везками. И что примечательно, вот было интересно же полистать, да, словарь, посмотреть его. Мы видели его даже в электронном варианте. Вот показываем сегодня в электронном варианте, такое есть. Так что примечательно, многие слова, не все, но имеют даже фотографии. Эту фотографию, я так понимаю, делали местные жители, да? То есть если это Берозатовье или чистая лужа, то есть фотография, как это выглядит сегодня. И местные же хоры допомогали. А так само я, например, разом с звучнями фотографовали в улице своего поселка так само мястины, які вошли вось у назвы условнику гэты. Я вижу так. Приходите к местной бабулечке и спрашиваете, как называется озеро? Она говорит, чистая лужа. Приходите к соседке, она говорит, грязная лужа. А как же вы правду-то искали? Или все одинаково, очень просто все было исследовать и найти? Так, ну, сами ведали нечто, потом распытывали мясцовых же хоров, так само корыстались словниками некими, какие были у нас там клиницы. Так вы проделали целую исследовательскую работу, оказывается. А что написано в топонимическом словаре про корму? Есть вообще точный ответ на вопрос, откуда пошло название вашей местности? Вся роднасельництва нашего района бытует три версии назвы нашего поселка. По первой версии наш поселок названы, да следчики меркуют, что у нашим поселку спынялся и отпачывал Афанасий Никитин, який рабил три хаджэнні паморы. По другой версии личаться, что гэта назва пошла ад кораблебудавання, тому, что увез сеструмень кармянского района, было болота, яким знайшли рыждки славянской ладзи. И третья версия говорит об тем, что меркуют, что гэта было место припынку усих подорожников, які спынялся, отпачывали, а так само кормили своих коней. От слова «корм». От слова «корм», место, где кормили коней. А вам какая версия больше нравится? Ну, мне опушняя версия, а так само другая версия, тому, что чамусе, вот, сдаецся мне, у нас и символ ёць гэта карабель поставлены у корме, поэтому сдаецся на другую больш мы, ось там, гэ ад кораблебудавання. Сегодня в нашей студии есть один редкий экспонат из вашего мудея, и пора уже о нём рассказать и даже, может быть, его включить. Это единственное, это редкий экспонат, но это единственное, которое мы смогли привезти, потому что все остальные достаточно объёмные, громоздкие, но при этом они тоже не должны заслужить своё внимание. Итак, это патефон, дорогие друзья. А это я вам хочу показать нашего любимого старичка. Это граммофон. Граммофон, да. Он с 1910 года, он был приобретён политическими грантами в Швейцарии, и был на память оставлен под Селимону Николаевичу Лепешинскому. Я вам покажу его, он немного даже работает. Он работает, дорогие друзья, представьте. Что-то поёт. Что-то известное поёт, нет? Эхухни. А, эхухни. Он работает, удивительно. Да, спасибо большое. Такое, знаете, окунулись в историю, да, 100-летней давности. А вообще часто обновляются фонды музея? Может быть, идут какие-то исследования, поиски вот в настоящее время? Пополнение музейных фондов осуществляется постоянно, постоянно. Основными нашими, спасибо жителям Кормы, это они являются дарителями, которые формируют наши фонды, а также буквально два года назад приезжал внучатый племянник Пантелеймона Николаевича Лепешинского прямо из Москвы вместе с своей семьёй, и нам были подарены уникальные вещи и документы, фотографии из личного архива, которых у нас не было. В принципе, есть, что сегодня, ещё раз говорю, дорогие друзья, посмотреть в Кармянском районе, взять хотя бы музей. Ну, а все остальные моменты мы пытались сегодня обозначить в нашей программе. Спасибо большое. Дорогие друзья, вот мне бы хотелось задать вопрос нашим гостям напоследок. Что вы можете пожелать зрителям телеканала «Беларусь-4» и жителям Кармянского района сегодня? Ну, прежде всего, благополучия, удачи во всех начинаниях и всего самого наилучшего. Спасибо. Сегодня праздничный день. Я хотела бы пожелать всем здоровья, в первую очередь. А также хотела бы, чтобы, наконец, пришла к нам мягкая, пушистая зима. Ну, по-моему, уже на подходе. Спокойного життя, добрых и ширых людей побоч, ну и каханья, самое головное. Ой, дорогие друзья, ну вот видите, как душевно. Согласитесь, все-таки Кармянский район – это удивительное место. Вот смотрите, здесь выращивают лен, из которого пекут пироги, из которого шьют одежду. Здесь бережно хранят свою культуру, свои традиции. Здесь танцуют, здесь поют и здесь играют на гармошках. Кстати, народный фольклорный ансамбль гармонистов «Кармянские примаки» закончит наш сегодняшний рассказ о кармянском крае песней «Давай в деревню». Ну, кстати, стоит задуматься над их приглашением. Ну, а я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Это был еще один добрый вечер. Гомельс, Наталья Волынец. И до новых встреч в эфире. КОНЕЦ КОНЕЦ А мы с Серегою давно знакомы лично. Росли на грядках, мы не тепличных. Служил я в армии в районах приграничных. А он в морковоте на корабле. К охоте нашим все красиво и прилично. И председатель мужик отличный. Хотя бывает иногда категоричный. Но он ведь первый парень на селе. Чего вам город, там все невнятно. Давай в деревню, тут все понятно. Чего вам город? Там все немнятно. Давай в деревню, тут все понятно. Заварим баньку и попаримся душевно. Дубовый веник ведем целебный. Погонит парнос, обжигающий, лечебный. Забревом речку прямо на гишок. Серчата песни запоюны над деревней. Закат пройдется такой волшебный. И стол накроем угощениями щедрый. Разломим хлеб и рюмочку наем. Чего вам город? Там все немнятно. Давай в деревню, тут все понятно. Чего вам город? Там все немнятно. Давай в деревню, тут все понятно. Чего вам город? Там все немнятно. Давай в деревню, тут все понятно. Чего вам город? Там все немнятно. Давай в деревню, тут все понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok